Стояние. Ньюби против Ви Чи Гейминг. Я так буду пафосным голосом. Ньюби versus Ви Чи Гейминг. Ну как-то... Блин, для этого нам нужен 3Dsback. Этот умеет. Да, да, да. И хвост, кстати, тоже нормальный на своих... Огара Юи или как-нибудь. Да, да, да. Ви Чи Гейминг. Ну и смотри, Ви Чи Гейминг теперь забирают уже Нейчерс Профита. Ну и у них Нейчерс Профит тоже очень и очень качественный. Кстати, баны абсолютно одинаковые. Да, идентичные баны. Опять Алхимик. И опять Аппарат. Но... Знаешь, вот вчера в третьем матче Ви Чи Гейминг против ЕГЭ они взяли тот же пик, что во втором матче. И они доказали, что у них просто что-то там не получилось. Ну, это не они доказали, да, что... Это просто ЕГЭ слишком расслабились. Типа мы однажды их укатали и все будет на ИСЧах. Да, в Ви Чи Гейминг тогда они как раз все четко сделали. То есть, мол, мы там учли какие-то недочеты той тактики, таких перемещений, и они все сделают правильно. Но бывают такие ситуации, когда ты не в состоянии вытащить какими-то героями определенными. Если это там, конечно, не Энигмы, Войды какие-то шестислотовые. Ну, опять же, да, геймчейнджеры. Некоторыми пиками можно вытаскивать, некоторыми нельзя. Но вот в прошлом у Ньюби могло теоретически что-то получиться, если бы им еще дали поформить минут 15-20. Но Ви Чи такого количества времени никогда никому не давали. В этом проблема. Да, ну вот сидит Ротики, и мы видим, вокруг все обсуждают. Может быть, они думают, типа, делать ли то же, что в прошлом матче, или попробовать запушить чем-то другим. Фурион-то уже есть под Фуриона. Фуриона тоже можно по-разному использовать. Можно терпильным Фурионом играть, можно крысо-фурионом играть, можно экшн-фурионом играть. Ну, они играют обычно, действительно, в легкую ставят Фуриона. Тут интересен, опять-таки, выбор саппорта в первую очередь. То есть, опять-таки, Шеду Шаман смотрится здесь в любом случае. Очень хорошо. Да, очень круто. И если он не будет пикнут, он будет забанен 100%. Именно так. И Шеду Шамана, скорее всего, заберут именно сейчас. Возможно, думают над баном сразу. Показывают почти правильные артефакты у Сайлора в прошлой игре. Да, 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 да. Очень классные были артефакты. Клак, атак. Тысяча нэкворса. Это Viper и минус Doom сразу же. Вот так вот. Это... Ну, надо герой в мид, наверное. Надо герой, который... Это присталбэк в сложной. Думаешь? Да. Почему шепотом? Не подсказываю пацанам. Ты как в фильме... Спрашурика. А почему Шадо? Спит. Да, да, да. А значит, спит. Ну вот он, Шадоу Шаман, все верно. Не будет его нынче. И... Ну же, ну же, ну же. Ну просто Viper идет в мид. Профит легкую, например. Бристл сложную. Или же наоборот. С профитом они меняются местами. Вот показывает нам Фенрира. Отлично отыграл он на шейкере. 0-3-9. 9 ассистов. Это шикарная игра, конечно. Отрезал. С начала игры просто на две линии он выиграл. Ну и бан отправляется на Склокверк. Не будет Клокверка в игре. Ну супер. Вообще претензий никаких. Пугна и Бримастер. Ну Бримастер на этот раз отправляется у нас в пик команды Ньюби. Ну и вот смотри, будут ли сейчас забирать сразу же Скайросмага. Хотя маг не особо нужен Ньюби. То есть за них он вряд ли заедет. Но вот под Twitch Gaming тоже в принципе пока никакого взаимодействия нет между тремя героями. Но тем не менее. Да, 10 секунд основного времени. Бонусные уже так подкушали. ВГ изрядно. И третий пик. Ну надо наверное начинать добирать саппортов для Финрира и Файя. В принципе мы понимаем, что эти ребята играют. Все там всем. Может это будет ШД Лишрак какой-нибудь. Да. С Лишраком 5-1 у команды Вичи Гейминг. И под Курьона Вайпера. Да легко. Давай. Он говорит, давай. Просто сейчас берешь ШД Демона. И это Скайросмаг все-таки. Которого обсуждали. Все-таки не будет у нас Лишрака. И да, Лишрака не будет. Но что взять тогда под Скайрос Мэйджа? Надо бы взять какого-то такого... Ну фиксатора нету. Клокверка это плохо, да? Под которого Слэрис, в принципе, идеален. Да, да, да. Ну они сами видишь, его заманили, Клокверка. И поэтому не будет его в этом матче. Ну что? Рубики не Рубики? Не знаю. Вряд ли, наверное. Показывает, что у Му-10 максимально лучший герой на этом турнире это Банша. Но Банша мы не увидим в этом гранд-финале, я думаю. Да, у меня тоже терзают сводные сомнения. Вот да, опять-таки, герой, которого во время группового этапа никто не брал. Здесь первый день Мейн-Ивента Банша у нас была дважды. Во второй там четырежды. И вот она банена. Но многие герои... Эволюция. Многие команды, точнее, недооценивают. Многие переоценивают этого героя. Многие не умеют играть на этом герое. Тем не менее, его берут. И пора избавляться, на самом деле, от подобных вещей. Но тут вариантов два. Либо избавляться от таких пиков и продолжать играть, как обычно. Вот Ньюби забирают вивера. Либо же реально учиться хорошо играть на разных героях. Вот, собственно говоря, и все. Потому что, когда ты сталкиваешься с такими, вроде бы, элементарными проблемами, как айтем-билды, скил-билды... Это да. Это очень грустно, когда ты такое наблюдаешь. Сэнд Кинг под Скайрос Мейджа. Отличная дабла. Смотри, какой довольный Хао. Хао, видимо, ожидал то, что будет именно Сэнд Кинг. И кто будет ласт пиком? Ну, тут вопрос в том, саппорт ли алхимик. Он Ньюби. Ну, ты смотри, недоволен Ксиоуэй. Со своими легендарными ногтями. Да, что у него? А, ну да, да, да. У него френч? Да, у него френч. У него действительно маникюр. Не знаю, вот Ксиоуэй. Он играет всегда на втором, на третьем, на четвертом интернешнле. Может он на гитаре играет? С ногтями. Может он играет на гитаре, я не знаю. Может это, знаешь, как хоккеисты не бреются до конца турнира. Фича своя, да? Ну, такое. Да. Может это на счастье. Ну, то есть у каждого человека какие-то там свои фишки. Свои заморочки есть, да? Да, поэтому тут нельзя на такие вещи наезжать, в принципе. Мне тут, на меня тут уже очень много жаловались. Что? Наши команды на меня. Ну, на интернешнле четвертом я откомментировал 17 карт с нашими командами. Я знаю, знаю. 15 из них были проиграны. Да, 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 я знаю эту стату. Только две выигранных. Так что примета плохая. Так что теперь Вилат не будет комментировать матчи нашей команды на интернешнл. Да, вообще, да, я невезучий. Я говорю, вы же не знали, что я комменчиваю. Ну как? Мы же в лобби видели. А, я говорю, окей, хорошо. Да, да, правда. И проблема именно в этом. Именно в этом, да. Я им тоже говорю, да, ребят, проблема именно в этом, а не в слитой трипле. Не, не, то, что саппорт у вас 0.13, это фигня. Вот, комментатор невезучий. Это да. Это оно. Это то, что надо. Просто он играет, играет и прям слышит, как ты над ним стебешься. И все, и минус мораль. Так, ну, давайте уже посмотрим, что у нас еще может быть интересного по пикабанам. Замонили Веномансера. Ньюби. Какой еще Веномансер? Ну, а почему бы и нет? Веномансер для Ротикея здесь заезжает отлично. Мы понимаем, что Сайлар, скорее всего, будет играть действительно на легкой линии. Шекера забирает Ньюби. Очень быстрый пив. Хороший набор, да. Ну, и вот тут вопрос теперь с распределением ролей. То есть, и понятное дело, что вивер сложная, да? А вот Бримастер Мидель, Алхимия. Против Вайпера. И тому, и тому будет. И если у нас есть... Ну, что они вообще какое-то тоже трипло попробуют агрессивную поставить? На чем будет играть Ротикея? Типа, смотри на баны. Веномансер, Doom. Не, баны на самом деле... Сай, Клокверк, все против Ротикея. Да ладно. Единственное, что Клокверк, он сейчас сам, наверное, недоволен тем, что... Это морфлинг. И что это такое? Это Ротика на... На Профете? На Профете, походу. Скорее всего, да. Да, да. Сайлор у нас на морфе, Ротика на Профете. Вот этого, я думаю, не ожидали. Вот это действительно интересный такой поворот. И... Ну, был у нас вчера один морфлинг против Клауд Найн, да? В исполнении Вич и Гейминг. Был, был, был. Больно делал. Ну, там Клауд Найн, Рошана не смогли убить на первой минуте, и все посыпалось. Но, в любом случае, довольно интересный пик у команды Вич и Гейминг. Но сейчас они вынуждены будут отойти от стратегии, которую они показывали в прошлой игре. Сейчас им надо будет поиграть немножечко 4 One Dot. А, то есть, 4 героя делает непонятно что, пока Сайлор вынесет себе кое-какие артефакты. Ну, дело в том, что тут у Ньюби имеются несколько кор-героев, в отличие от тех же Вич и Гейминг. Вич и Гейминг, если Вайпер это такой ситуативный весьма товарищ, то там что Вивер, что Алхимик, что Бримастер, они имеют конкретное предназначение, и они обычно с ним справляются, потому что им для подобного рода вещей не нужны какие-то мощные артефакты. Точнее, Вивер, он их сам по себе выносит. Бримастеру там только Даггер купи, и он уже доволен. Ну, Алхимик, Алхимик это Алхимик. Интереснейшее решение от команды Ньюби. Сяоэй играет на Алхимике. Именно. Да, и вот это, скорее всего, будет, наверное, агрессивная трипла, потому что в миди-блю соло стоит, в легкой своей хао тоже легко постоит. Идут ребята в чужой лес, конечно же, расставить ворды, но с надеждой кого-то найти. Посмотрим, найдут ли они кого-то. Мы видим, что тут есть недалеко супер, но супер на линию не выходит. И Ксяо пока не спалился. Еще так не спалились остальные. Банана. Первый спаун заблочил. Едем дальше. Здесь вард растыкан, здесь вард растыкан. И вот только сейчас пенек может кого-то спалить, но нет, пенек никого не спалил. И мы не спалили. Ну и смотри, очень сильный контроль уделен именно нижней части карты, да, вот здесь, где стоят ворды. А что делать с верхом тогда? Ну, надеяться, что туда никто не пойдет. И правильно надеяться, потому что уходит Фенрир сейчас оттуда, и Фенрир пойдет на нижнюю линию. Там будет один ротк. Ротк, ну, в принципе, а что ротк? Он будет стоять себе на линии, будет пытаться вот здесь как-то фармить. Тем более, ну, не знаю. Ну, это же SkyRossMark вместе с Сенкингом. Они же тут смогут сейчас вообще совершенно спокойно перемещаться. Да, и команды, обрати внимание, просто зоны ответственности, скажем, поделили именно пополам. Карту. Да, да, да. Не по реке, но... Да, не по реке, но именно одни контролируют верхнюю часть карты, другие нижнюю часть карты. Защищают своего оффлейнера очень хорошо. Вичи гейминг, да, поставив два таких варда. Не хотят, чтобы ротк там на... Наумирал на Нейчерс Профите. Ну, зато тут у нас что? Тут у нас будет неплохой контроль Вайтера, да. И вот он, Ксяу-8. Ну, через пивко Му играет в миде против Сайлора. Да, Сайлору-то немножко будет неприятно, конечно, но у него будет хелпа, и Фенрир уже рядом. Ну, и вниз побежал Фай. Да, вообще Брюмастер вряд ли сможет тут морфа как-то сильно уж напрягать, особенно если у морфа будет шейкер. Конечно, морфлингу будет там определенным образом доставаться. Но он не фармит. Он не фармит за счет пива, и это очень плохо. Пока что, пока что она не фармит. Но я думаю, там все-таки будет какой-то боттл для Брюмастера. И мы вот видим, например, неленивого Брюмастера. Потому что у нас обычно ленивые это те, которые качают клэп и пассивку, и на 18-м левеле качают первый раз пиво, потому что плюсы нельзя вроде прокачать. Так вот, а этот Брюмастер сразу понимает, что вот она, вот она силушка-то. Да, но мы видим, что Сайлор да уже 4-х крипов добил, но Умут опять на 2 и так далее. Хотел бы, наверное, Сайлор все-таки отправиться на нижнюю линию и постоять немножко противоалхимика, но придется делать так. Супер, тем временем, мап противоалхимика тоже 5-1, алхимик 4-0. То есть пока все ровненько. Пока все действительно ровненько. Слушай, Сайлор-то пертый, вот он уже 2-х или 3-х крипов забрал под пивом. Там 45-процентный шанс промахнуться, но вот он раз, два, три, ласт хит, ласт хит, ласт хит. По чуть-чуть, да добирает и действительно везет ему. Ну да, причем ты обычно, когда кидаешь пиво, ты особо не стараешься контролить вражеских крипов, точнее своих крипов, да, то есть не динай. А при этом враг все равно имеет шанс добить, 50% шанс добить он имеет. А такой вот морф, как Сайлор, он еще и предварительно на ту тычку дает и сразу вторую. То есть авось с первой не прокатит, сразу ты вторую добиваешь. А так как ты не контролишь, ты не делаешь, собственно говоря, динай. Ты даешь морфу шанс сделать эту вторую тычку. То есть тут такое весьма двоякое видение ситуации. И мы видим, что бремастер все-таки уходит. Да, у нас Клэп, у Сайлора уже третий с половиной, почти четвертый уровень, 11 на 1 крипстат, 13 на 2 у Му, как мы видим, не особо... На топе, проблема у Ротикея, отрезает его банана, примораживает Ротикея. Это первый фраг для команды Ньюби, 1-0. Да, по чилинг, на чем Вивер, конечно, очень сильно нарезает. Ну вот так вот, больно. В виде Сайлора тоже немножко по голове надавал Му и отогнал. Пришла мне инфа, опять-таки, спасибо огромное людям в Твиттере. Есть у нас один читатель из Китая, который подсказывает, что вот по поводу ногтей Ксио Уэйтон, что в Китае, в китайской культуре, нестриженные ногти означает статус. То есть человек этим показывает, что он не работает грузчиком, шахтером, ну, ты понял. А, я понял, не чернорабочим. Не выполняет, да, черновую работу. Это типа... То есть остальные, значит... Ну, он же директор. Директор, да. Остальные у него, значит, чернь там. Да, ну, директор и чернь. Так, ну ладно, ладно. 0-1 у нас пока счет. Пошли тренды на разведку, спалили они Саншенга, и Ротека просто пытается убежать. Вивер, конечно, его очень плотно гоняет, но так как Шокуча не самого высокого уровня, то хулдал там слишком большой, чтобы гоняться за нынчер с профитом. Да, ну и Сайлор в миде тем временем 18 на 2. Как бы ни старался Му, Сайлор все равно набирает, набирает Крипстат. Да, понятное дело, что, возможно, если бы не качал Му Пиво, у Сайлора было бы уже раза в два больше. Оно в любом случае не отстает. Он, точнее, даже обошел сейчас Брюмастера. То есть пока Пивко не работает. Так, как оно должно работать. Возможно, поэтому его и особо не качают, потому что оно, вот видишь, вот стоит он, и все равно Крипов бьет своих, чужих. Вот он кидает просто на Крипов теперь. А, ну, в принципе, на Крипов там и на Морфа попало, да, там же есть небольшое теперь Ауилышево Пиво. И что у нас есть? Давай посмотрим по линиям. По линиям у нас нынчер с профитом 4-го, почти 5-го уровня. В свою очередь, Алхимик 3-го, почти 4-го уровня. То есть оффлейнер... Ну, Алхимик не умирал, в отличие от Куреона. То есть, как бы это тоже стоит отметить обязательно. Вот, Вивер, Вивер 21 на 5, Вайпер 22 на 13. То есть Вайпер просто старается лучше держать линию, в связи с этим как раз у Алхимик-то и левел поменьше, да, ну и Фарион сам себя получше чувствует обычно. Нетворс у Алхимика с Фарионом одинаковые, у Вайпера с Вивером одинаковые, у Мидеров одинаковые. Все очень ровно. Графики нам говорят о том же, 600 золота, там преимущество, но это, там, 300 золота у суппортов лишних. Да, то есть ничего сверхособного пока не произошло, и мы ждем первого какого-то экшена, какого-то продуманного толкового экшена. То есть вылазки от саппорта, от Фаи, Финрира, либо, не знаю, либо от Санжанга. С бананой пока не вторые лвла, и, понятное дело, никуда они идти не могут. Не вторые лвла, потому что банана уже четвертый, скоро будет пятый. И это очень важно. Если банана получит шестой лвл при условии вторых-третьих лвлов саппортов соперника, это будет нереальный бут для Ньюби. Да, и именно поэтому банана остается на линии, постоянно находится он с Вивером, понимает, что Вивера не трогают ему лвл, пока вроде не особо нужен, а вот ему как раз уровень необходим. А вот Шейкер занимается чем? Правильно, занимается лицещелканием. То есть он бегает по карте, защищает своих пацанов, потенциально защищает, потому что нападений пока никаких нет. Он дает инфу о том, что его нету. Это уже хорошо. Финрир и Файб, спину на Ксио Уэйта. Ксио Уэйт, надо ему подойти. Ксио Уэйт, проблему Ксио Уэйта, залетает старый ТК, вызывает пиньков. Ксио Уэйт очень сильно проседает, копает его. Ксио Уэйт должен умереть до того, когда стан и взрывает Финрир. А Финрир умрет просто от Таура. Му, Му в двоих, и Му пытается драться с тремя даже героями. Му тоже зацепят, да. Му погибает. И Му не погибает. Он разваливается на Брю, мастерят. И это минус 3 от команды Ньюби. Минус 4. Синт Кинг тоже ведь погиб. Он уже успел отспауниться. А потеряли только Алхимика. Очень хорошо сейчас сыграли. Как повезло Му. И как четко отыгрывают Ньюби, что сразу же начали делать телепорты. И, ну, понимаем, вся команда потянулась фактически. Ну, и Му, прощелкавший ультимейт. Да, Му очень четко все сделал с этим ультимейтом. Забайтил его до последнего. Мне кажется, ошибка была небольшая от Синт Кинга, потому что он в стучку не ушел, когда из-под вышки убегал. Ну, Авось бы прокнуло, да. Авось бы вышел из-под Вижена Таура. И, скорее всего, бы вышел. Но он там погиб. Вообще без вариантов. Чуть-чуть не хватило дэмэджа для того, чтобы быстро, без проблем забрать РТК. И тогда бы Синт Кинг был почти фуловый. Тогда, возможно, драка пошла бы несколько иначе. Да, да, да. Потому что Ксиоэйд вынужден был копать туда под Таур. Плюс там уже взорвался Алхимик прямо перед ним. Ну, я не говорю, как раз на Ксиоэйда нападали, да. Типу, он так четко стану все-таки смог раскастовать там. Ну, застанет. Самое главное, что застанет. И счет 1-1 превратился в 5-1. Вот так вот неожиданно. И Му. Му, полторашка на руках у Му есть. Будет ли сразу он Арканы покупать или все-таки в Даггер, да. Быстрый-быстрый Даггер. Ульта Парижна. Сайлора, хо-хо-хо. Иди сюда, друг. Браво. Это минус Сайлора. Офигительное исполнение. Ну, вот он Морф. Вот он Морф. И Морф должен понимать, что в ловкость тебе так нельзя ходить перекачанным. Потому что сейчас у Му появляется Даггер. Ну, 7-ой левел, он не ожидал 6-го ульта пара 6-го левела Парижна. И вот он, 6-й левел Парижна. И ты уже понимаешь, что не так-то все зависело. Да, очень быстрый. Восьмая минута, 6-й левел Апарат. Друзья, вот то, о чем мы говорили. Вот та ситуация, когда команда понимает, в чем была проблема. И разбирается с этой проблемой. Да. Собственно, вот он. В прошлой игре он 6-й левел взял на 17-й минуте. Сейчас он уже взял на 7-й. Да, все очень-очень хорошо. Нынче у Ньюби. Тут опять Сайлар нападает, либо нападает на Сайлара. И Хоста лежит на топе. Да, заберет ее Аму. Никто его не может остановить. Банка, опять-таки, у него полная. Подбежал до Федерина. Далековато. Федерин четвертый левел. Все пока неплохо у Ньюби по началу этого матча. По крайней мере, лучше, чем это было на первой карте. Да, намного лучше. Намного лучше. Конечно, всегда присутствует Морф. Но, в свою очередь, у ребят из Ньюби есть Вивер, есть Брюмастер, которые тоже могут драться, которые могут Лейте показать хорошую дотку. Ну и Вайпер. Супер, супер, супер. Сейчас будет собирать Мекку после вот этой пачки кипов, что если у него денег там уже останется совсем немного. И пойдут ли Вич и Гейминг, хотя что я за вопросы задаю, конечно, они должны будут идти пытаться давить. Трабло в том, что Ньюби уже, ну, очень боеспособные. Это основная проблема. Ну что же, Финрир. Четвертый левел по-прежнему здесь. Пытается сделать еще все спауны. У него это получается. У него второй песочек. И сейчас этот трипл спаун будет фармиться с Финриром. Даггер появится довольно скоро. С такими темпами. Я не понимаю, я это прекрасно понимаю. Сайлору надо еще чуть-чуть деньги в БПТшечки. Ну, вот, опять-таки, да, все классно у Ньюби сейчас. Но если мы будем говорить про Лейт, то у них не очень веселая ситуация. Не, ну что, в Лейте. В Лейте тут у них есть еще и Алхимик. У них Вивер, Брюмастер. Ну, такой, да, Алхимик. Там что там? Морф, Фурион, Вайпер. Вообще, у Вичи, возможно, да, даже Лейт будет посильнее за счет того, что Фурион есть, за счет того, что Вайпер все-таки лучше, наверное, чем Брюмастер. Мне так кажется. Тем более против каких-нибудь Алхимиков или лишних героев. Даже если Алхимик больше со Сладовым, то против Вайпера мало что будет делать. Так, ну и вот мы видим атаку на нижнюю вышку от Вичи. Ну и Ньюби тоже параллельно пытается протолкать 5-1 Тавр. Но здесь Диффанс, здесь Диффанс, прыгает у нас Брюмастер. Брюмастер цепляет Супера. У Супера огромные проблемы. Супер получает еще и стан. Супер, юзает Меку, пытается драться. Супер ультанул Ксяуэйта. Ксяуэйт погибает. Супера, Супера. Отрезали. Супер, Супер. Неужели уйдет здесь Супер, Супер? Нет, все-таки не уходит. Да и дал, да и дал Тангусе. Хватило одного удара, к сожалению, для Супера. Там еще у нас летает Роди Кей. И его тоже убивают. Это 8-2 уже. Общий счет. Вау. Да, но мы на этот раз не стали лететь, помогать своим тиммейтам парней из Вичи Гейминга. То, что Супер, собственно, забрал Ксяуэйта, это и так уже, в принципе, неплохо было. Прекрасно поняли, это Вичи Гейминг, вряд ли бы они как-то там помогли. Ну и вот в итоге Сайлор использовал в то время, чтобы фармить, никого не убили. Да, в итоге у нас есть теперь ситуация совершенно обратная той, что мы видели на предыдущей карте. У нас есть FY, который очень сильно не добирает опыта. Уже 11-ая минута, он только 4-го левела. Почти 5-го, но все равно 4-го, давайте будем говорить так. И Skyros Mag в такой ситуации он крайне бесполезен. Потому что все, что от него требуется, это поставить Mystic Flair хороший. Да. Mystic Flair нету, все, кэши пропало. Потому что Mystic Flair это сразу, это минус Шейкер, это возможный минус Вивер, если его Сент-Кинг хорошо вовремя копнет. Там и Сайлор на него успеет повесить Skyros Mage. Там минус Энджинтопоришн. То есть, ну, много-много можно полезных вещей делать. Так, там что, Вивер криточков подзабрал? Да, там Вивер подошел, одного только забрал, маленькую Урсу, ну, ничего страшного. У меня невелики потери. Он там просто залп так кричал, как будто Айгис кто-то заденайл, поэтому я и спрашиваю. Одного крипа. Хао тут пытается что-то слишком много бегать, как будто Париж на не точно. Ну и... Да, 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 сразу же мигают на этот спот, сразу же понимают, что здесь есть либо Вижн, либо толпа, да. Я понимаю, что ульта от АА будет залетать в человека, где бы он не стоял. И для того, чтобы убить, надо буквально Клэп плюс Фиссура. Чуть-чуть осталось. Вот, чтобы у Шейкера... А, нет, у Шейкера до Даггера еще далековато, извините. Ну вот, смотри, у Цинкинга появился Даггер, а там нападают на Вайпера. Да, Супер умирает. Он сейчас попытается опять забрать Ксяу-8. В этот раз Ксяу-8 пожертвовал еще и Мека. Ну, Супер, смотри, как его поджиметелят. А Ксяу-8 ему еще говорят, давай, и что, и что, и что? И вот это все, что ты способен. Неплохо это выглядело, действительно. Ладно, в виде пытается тем временем Тавр забрать Вичи, вчетвером мы, они были на нижней лиге, Хао прибежал, и Хао поймать нечем, Хао фиксировать нечем. Да, на Хао единственное можно повесить Сайленс и Финрир с Даггера. Да, Финрир с Даггера и Сайленс. Именно то, о чем я говорил. Номбри Мастер двоих, вон и нуль димейк, Сайлор, у него нету вейва, Финрир точно погибает, нет, Финрир 5-6, а Шекер его тут же с песочков достает, Финрир, Финрир убегает, Даггер через секунду Финрир уйдет, Сайлор, перекачка не хватает, Финрир уходит. Да, Сайлор там уже доперекачивался по полной, стики даже прожал, все прожал, но там просто Алхимик пришел со станом раскачанным на, так что там полсекунды оставалось считать и очень хороший минус, но вивера забрали, что тоже неплохо, вот прям, ой, как больно бананит, она топит, отлично, отлично, минус банан, причем, он все равно хорошо держался, слушай, зато у него уже 1200, и он нагонит, с такими темпами, где реально в 21 минуте вынесет, да, он сейчас пойдет, себе купит поинт-бустер и все, просто аппарат такой суппортный, которому ты медальку особо не соберешь, потому что он обычно далеко находится для того, чтобы хорошую ульту закинуть, ты ему Мекку не соберешь, ровно по этой же причине, что происходит, не буду драться, это не самое лучшее их решение, считай, третий ТП, за Денайли, Шекер не отрезал, надо сейчас ультовать кого-то, там нет ультимейта у Брюмастера, Брюмастер получает Сайлентс, зря, ультимейт, Шекер ультал он супер, а Мистик флеер, отличный, мои Кинз и Кинз, тут даже как классно, все делают Витчи, гейминг Хао, Хао, кажется уйдет, отсюда ульта, и на развороте, Париж, Бум Шоколаха, как говорил вчера у нас, товарищ ЛД, и тут добивают, добивают Супера, Супер не уйдет, или Супер все-таки сможет отсюда скрыться, а нет, его разводят, его кайтят, и трое героев Ньюби делают все-таки этот фраг, ошибка была от товарища, Скайросмага, Сайлентс, надо было не в Брюмастер, на Вивера его бы сбрили очень-очень быстро, либо Вивер, либо Шейкер, потому что Шейкер дал очень много урона, Вивер там фривольничал, делал что хотел, так что да, варианта было два, но никак не Брюмастер, ну, видимо не успел, то есть понимаешь, что это Скайросмаги, которых берут всегда против Брюм, скриптовая вот эта фигня, увидел Брюмастер, окинул Сайлентс, а Брюмастер, видимо, на это и разводил, потому что Сайлентс все-таки очень мощный у Скайросмейджа, но начало было вроде неплохое для Вича гейминг, если бы не вот этот косяк с Сайлентсом. Да, шикарно влетел Сын Кинг в двоих, туда же залетел полностью ультимейт Скайросмага, ну и все было очень хорошо, но маленькое не хватило. Да, 5.13, графики мы ни разу не смотрели, ну, всего-то 2000 голды, всего 2000 голды, преимущество у Ньюби. Да, по Икспе 6500, это много, но по деньгам преимущества не видно, и это для Ньюби не очень хорошие новости, так как Морф все-таки начинает набирать обороты. Мы видим, что с Вайпером уже проблема, Вайпера убить уже тяжело. Ну, Вайпера-то убить тяжело, это все прикольно, но Морфлинг пока все-таки как ни крути, он слабый, да, у него 5000-то курсы. Поэтому Ньюби надо без остановки продолжать давить, они забрали только один таун. Да, нужно, нужно продолжать давить, они видят, что у них все хорошо, что надо давить дальше, что у них получается качественно воевать. Смог по ответку идет, у Сынкирга нету, да. И кажется, кажется, знают, что где-то здесь должны быть люди. Поймали, поймали. Так. Вард, и Вард все видит. Вард просто все видит. Шейкер ставит фиссуру. Му, бейгет. Му в Сайленсе, отличная ульта Парейшена. Тут же Мистик Фэр, Му, Му! Успевает. И тут должны Вичи Гейминг рассыпаться на запчасти. Ротикей делает пау. Просто все убегают. Все понимают, что вот как только Бремастер рассыпался, надо болеть. Поймали Скайрос Мейджа, его тут убивают. И также будут ловить Фенрира, но у него должен быть, а у него есть, да, есть чем выкопаться, но он ловит стан. Песок, фиссура, сразу же. Морф, 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 Минус Мо. Очень много золота. Банану может убить, еще Банану может убить Морф. Вот это была веселая смерть. Да, нормально. Он успел все-таки дать там Бороу Страйк свой, но чуть-чуть не хватило для того, чтобы остаться в живых, при этом за Ивейдить пару тычек. От Сайлора сейчас все будут убегать. Кстати, Хао сейчас может встрять. У него не особо много маны, и Фай скоро появится. Закрывает у нас вся Уэйта. Убегает от Димона, дает стан в Ротикея, полетел. Сайленс, Хао, Хао, проблема у него, Хао, Хао, и за Стики уходит. Фиссура, отлично. Таймлапс, и это минус. И будут забирать второй раз Файа, и остается здесь один Сайлар, и Сайлару, а не один Сайлар приходит, супер. Ну, Саншен прибыл, и пытаются забрать... Саншен, Тепаут били. И в того, Сайлар! Ну, Тепаут Саншен тоже делал. Ну, ну, просто Саншенга там бы и так, скорее всего. Ну, ладно, да, два телепорта, один стан выбрал именно этого. 8-18, в итоге стал счет после этой драки, где поумирали все, кто только был в драке, Ну, и опять-таки отдаем должное Му и его указательному пальцу на левой руке, которым он просто закликал до смерти кнопку, которая у него отвечает за Праймл Сплит. Да, Праймл Сплит в очередной раз сейвит. Вот на этих Праймл Сплитах только что... Ой, минус РТК. Отлично, отлично играет Ньюби. Так вот... На базе Трупик. Да, на этих Праймл Сплитах Ньюби вытащили две очень важные драки, и поэтому... Ну, не знаю, ВИЧа это должно немного бомбить. Ну, во-первых, во-вторых, вот такие вот фраги, как сейчас на Ротикее, это очень важные фраги, отдают фраг Паришину, к которому должно уже что-то серьезное подлетать, но пока нет, пока у него только стеф-ставку из Адрии, больше ничего у него нету, но в любом-то случае, или это даже... Или это даже не его, нет, его, но он в себя не вкладывает здесь полезные вещи, смолк, так далее. Да, Ньюби сейчас сильнее, Ньюби сейчас намного сильнее, у Ньюби есть еще запас в виде стоящих таверов, и... Ну, смотри, сейчас будет смолк, скорее всего, от ВИЧа, да, есть смолк, к Морфу тут тоже попали, Морф у нас, правда, что, в миды ходит? Ага, просто боевом прошелся, показалось, что он находится в центре, Рошан падает, продолжает очень быстро падать, Рошан, Фуай ставит вард, и поздно. Есть Аэгис, команды Ньюби, Вивер собирает линку, получает Аэгисов, и Мортал, ну и... Сенгин, смотри, Наруния копает сейчас двоих, подкоп у нас пошел, и Мо, 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 еще тычка есть, минус Мо, Хао, Хао, Хао тут будет очень серьезно сейчас вписывать, Хао, Хао уже вряд ли на вписывает, хотя... Ну, не знаю, не знаю, Хао, ты смотри на Ротикея, ну, правда, вот его тут могут поймать, и Аэгисон может потерять, надо быть ему очень осторожны, нечем его зафиксировать, конечно же, вот она Меха и Хао, Хао, разводили, разводили Хао, но Хао, что он делает, как же он Монзита и убивает Ротега! Супер, Хао, Сформ, Хао вернется сейчас, Хао продолжает драться, Вольф вообще не пробивает, Сяо 8, да хватит бить этого Алхимика, у тебя атаки меньше, чем у него Регена, пытается он теперь уже убивать Банану, будет вейв, но тут идет эхо, Слэм, Фин, Зуре, минус, Сайлар, как играют Ньюби, браво, шикарнейшая драка, и это минус 5 вразмен на Му, минус 5, всех убили абсолютно, Хао всю драку пробегал на лоу ХП, он на себя настолько байтил, что представиться невозможно, 24 на 9, Ньюби эту игру не должны отпускать, ни в коем случае, да, я уверен, что они себе именно этими же просьбами, скажем, к самим себе, сейчас рассказывают, ну, потому что, надо, надо, надо додавливать, нельзя отдавать такую игру важную, ну, и вот ты посмотри на этого Фуриона, Ротики не может играть на таком герое, как Фурион, ему надо пацаны, которые, вижу цель, не вижу препятствий, он 7 раз уже умер, Фурион не его герой, и в итоге мы видим, что у него только сейчас появляется рецепт на Аршид, у него Аршид будет очень позднее, надо Слардарчику Ротикадать, Слардара, да, поехал просто, и будет наваливать их тогда, Ау, ТК, ну, сейчас по деньгам 7500, по XP 15000, целых 5 товаров еще стоит, у команды, у команды Вичи Гейминг, то есть вы понимаете, что все эти деньги, это настоящие деньги, заработанные на фрагах, на крипах, не за товарах, да, по сути, это именно идет перри, не то, чтобы сказать, перрифарм, просто переиграли, переиграли, 24 на 9, 24 на 9, да, пока, ньюбис понесло, и, действительно, какой же матч мы с вами наблюдаем, просто вау, и один там в ремиде упал, дальше не пойдут никуда ньюби, они понимают, что еще немножко, наверное, рановато куда-то идти, бремастеру нужно БКБ, или же Аганим, неважно, но я думаю, БКБ, наверное, более здесь подойдет, 2700 у Хао, ну и на топе, на топе у нас Саншэн, который... Да, и у Сайлера по-прежнему все очень плохо, у Сайлера по-прежнему нет хороших артефактов, он выходит в БКБ, понимает, что его очень сильно контрят с пылы, с БКБ по-хорошему почти всем нужно выходить, но... Ой-ой-ой, Ксаво 8 внизу убивает, кажется. Так, Ксаво 8 только что внизу отъехал, правда, отбилет, и Саншэнерер, да? Ива подкоп через секунду, и его все равно догонят, его все равно догонят, пытается прятать песочек, урну на себя, и не успевает сделать блинкаут. Я этого не понимаю, ну вот ты проклистовал пески, ну посиди, но у тебя клэпом, ну вряд ли убьет, ну вот-вот-вот, подожди, пока к тебе подойдут, ну пробежались бы по нему, так, в смысле, жук не палит инвиз, ну я имею в виду, да, пробежались все равно бы по нему, сукучами, клэпом, и сукучи не палят, не бьют в инвиз, вот в чем дело, ну тогда клэпом бы пробили, вообще да, был бы шанс, кто-то может быть потянулся на тавер, он бы дал там полсекунды, ему полсекунды не хватило, для того, чтобы юзнуть блинкдагер, и вот он поспешил с тем, что вышел из этих самых песков, посидел бы он там в долю секунды, подождал бы, пока подойдет брюмастер клэпать, что-то он бы убежал, с многих моментов, появилась курица уже у Вичи Гейм, которую они потеряли в прошлой драке, пустую, но в любом случае, это опять-таки заползанные деньги для Ньюби, не обратили мы внимания в том замесе на потере пуры, ну и вот он даггер с Саншенка, Саншенк с даггером, и теперь еще менее веселыми драки должны быть для Вичи Гейм, 11500 Нетворса у Вивера, 8500 у Брюмастера, по время как только 8000 у Марфа, и на 22-ю минуту это показатель очень печальный. Да, вообще, если посмотреть на цифры, на статистику по данной карте, все в ВГ выглядит совсем-совсем грустно, у них мало хороших героев, Пай, 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 и Пенриру, они вдвоем приплыли, Пенриру тут пытается еще продамажить как-то, да, Стан залетает в Пайя, Пенриру разберутся. Пайя просто с одного Стана забирает Сау-8. Минус два, минус два. Далеко были саппорты, поймали их, просто тыкнули в арт, прям, прям, грубо говоря, чуть ли не на голову, Скоро, Смагу, и это 26 и 27, ух ты, это круто, Ротикей, это уже новый уровень, брат. Ну и Хаус за это сейчас будет наказывать. Вернуться от Жука и победить, да? Да. Отлично, играет РТК и Вивер уходит. Хорфник тем временем был убит возле Т2 Таура, пока мы наблюдали здесь за путешествиями. Что он там делал возле Т2 Таура? Он БКБ у него есть, он БКБ не прожал. Ну, видимо, видимо, Вичи уже смирились, что в этой игре им делать, я думаю, нечего. И очередной Рейдент Курьер Хасбин Килл. Да что вообще происходит? Сколько раз его уже убивали? Второй раз, и его только что Му нашел и не отпустил. Ну, на этот раз опять-таки в Курьере ничего не было, нет, в Курьере Вичи Гейминг что-то было, ничего не было. Ну, в любом случае нет Курьера и вот как-то складывается по частям вот этот пазл, да, этой игры. Там драка не то, тут не то, тут Курьера убили, там Курьера убили, тут Рошана забрали и... Ну, и вот открываешь график и такой, эхэ, вот что после этого бывает обычно. Ну, все верно, все верно. И Ньюби, конечно, пока не особо спешат. Вот мне кажется, этим они сейчас сильно отличаются от Вичи Гейминг. Вичи Гейминг уже на таком моменте хайграунд ломали, а Ньюби продолжают играть осторожно. Они понимают, что им отдавать фью-карту вообще никак нельзя, потому что они тогда будут в шаге от проигрыша, а там кто его знает, что произойдет. С 0-2 это да, это, конечно, Ну, скажем, не каждый день такие игры берутся. Да, вот мы знаем, что у ДК получалось... ДК когда-то с 0-3 отыгрались. Ну, ДК уже нет на этом турнире, что все очень плохо. Вот именно. Да, да, да. 18 ассистов у Шейкера. 18 ассистов на 25-й минуте. ОМ и ГВТФ. Не, ну Шейкер неплох. Причем, что заодно, что с другую команду Шейкера отыгрывал отлично. Вот сейчас Саншен будет нырять на Ротик Кейн, и на Ротик Кейн. Сколько это будет продолжаться, избиение, я не знаю. Ну, опять-таки, вполне возможно, что Вич и Гейминг уже занимаются тем, что они придумывают, что же делать на третьей карте. Потому что у нас, скорее всего, финал все-таки станет Бестов 3 с Бестов 5. Ну, посмотрим, посмотрим. Шанс есть всегда, и не стоит забывать об этом, так что, может быть. Ну, смотри, Хао заходит. Сайлард прожимает БКБ, очень вовремя прожимает БКБ, но Файя этого, конечно, не спасает. Да, Файя, Файя, летит, летит птица. Нет, съела шуга птица. Там Морф тоже рассыпался. И Гудгейм. Браво. Гэшечка. Это, ну, вот, выглядело очень интересно. И опять-таки, в чем же суть? В пике, либо в ботыгрыше, либо в ошибках. Вот этот Морф последним пиком, это было неправильно. Ну, это как антимаг у Бернинга, вот, из того же разряда. Мне кажется, слишком за слоуплей ли в этом моменте. Но, продолжить играть именно в свою доту, в быструю доту, вместо того, чтобы опять меняться и показать что-то, не знаю, обычное. Но стоит отметить, что опять 26 минут. У нас опять игра менее чем полчаса длилась. Уходит к Сяо Эйд на паузу. Показывает нам зал. 1-1.